Всем привет! В этом видео поговорим о том, что американские эксперты спрогнозировали крах доллара. Широко известный в узких кругах американский эксперт Нурель Рубини, предсказавший наступление в США финансового кризиса в 2008 году, заявил о предстоящем крахе доллара. По мнению Рубини, американская валюта сильно обесценится в течение ближайших 10 лет. Нурель Рубини является лауреатом Нобелевской премии по экономике. Заметное ослабление американского доллара произойдет, по словам Рубини, главным образом ввиду усиливающейся экономической мощи Китая, что неизбежно придет к росту доли юаня в международных расчетах. Ограничить распространение юаня в мире американские власти не способны с учетом растущего политического влияния Пекина в мире. Все больше стран постепенно будут выходить из-под влияния США и ЕС и входить в орбиту стран БРИКС. О том, что указанная тенденция набирает силу, свидетельствуют заявления лидеров Турции, Саудовской Аравии, Ирана, Египта, Аргентины и Донезии о готовности стать новыми партнерами экономического союза БРИКС. Вхождение указанных государств в союз БРИКС придет к существенному сокращению использования доллара в качестве средства платежа за поставки товаров. В нефтяной сфере персидские монархи уже начинают отказываться от доллара и переходят на расчеты в юанях. Доллар становится рисковым активом ввиду угрозы будущей гиперинфляции в США и странах ЕС. Указанные валюты взаимосвязаны между собой с учетом высокой интеграции потребительских рынков. Кризис на одном из рынков неизбежно затронет другой, аналогично тому, как американский банковский кризис в 2008 года быстро привел к экономическому кризису в странах ЕС. Закату доллара будет способствовать усиливающаяся геополитическая конкуренция между США и ЕС с одной страной и Китаем, Россией и Ираном с другой. Россия уже полностью отказалась от использования долларов и евро в своих резервах. Вслед за Россией постепенно отказывается от долларов и Китая, делая ставку на укрепление престижа собственной валюты. По итогам 2022 года доля американского доллара в международных расчетах снизилась до 59%. Это минимальное значение за последние 25 лет. После развала Советского Союза американский доллар достиг пика своего могущества. С его помощью обеспечивалось 85% расчетов. В начале 2000-х годов доля доллара в международной торговли снизилась до 72%.